Так, ну что, ребятушки, здорово! История Паладына потихонечку продолжается. Я, значится, вне видео, вне стрима решил подфармить чуть-чуть золота, попробовал зулфараг, ну и что я скажу, я приятно удивлен. Также выучил я у себя наложение чар, потому что не думаю, что было бы под стрим, под видео, это кому-то интересно, поэтому докачал до 150, чтобы распылять шмотки, которые я выбиваю в зулфараге. А сегодня план у нас пойти в Каражан, попробовать выбить Т4 шмотку, ну и потихоньку собирать жетоны воина за предели, чтобы купить себе, опять же, вторую Т4 шмотку. Так что, ребятки, всем приятного просмотра, лайк, подписка, колокольчик всегда приветствуется. Также же хочу подметить, что исправил, точнее поменял у себя интерфейс, как вы думаете, сейчас лучше? Так, ну я, наверное, предлагаю сбегать в зулфараг, мы сейчас там немножечко подфармим, и попозже пойдем уже с вами, собственно говоря, в Каражан за Т4 шмотками. Попробуем фарм в зулфараге, сколько у нас выйдет голдишки, так, все бафы у меня висят, на маунта сели, побежали. Просто агрим, короче, всех мобов, кидаю щиточек, открою 4 вот такие вот могилки и кидаем лужу. Мобы бегут, куча мобов, они слабенькие, танка не пробивают от слова совсем, и потом ты стоишь просто-напросто все это лутаешь. Получается, всех отпинали, и лутаем. Так, это мы почистим, чтобы было видно, какой у нас выхлоп, то есть в сумках у нас не было ничего. И стоишь, лутаешь. Ну, первый заход в районе 400-450 голды, времени минут 8. То есть, грубо говоря, за час ты в районе, ну, 5000 плюс 100% будешь фармить. Так, ну что, предлагаю начать собирать каражан. Условия рейда, знания тактики, и минимум 240-й. Минимум, ребят. Условия рейда, сразу же говорю, что будет один анролл, или же будет один аук. Пишу я, значит, в поиске спутников каражан. Вот так вот я написал, смотрите. Пишем, как собираем каражана, не боимся. Каражан ОБ нужен нам ДД, и, собственно говоря, хил. И больше нам никто нифига от людей, конечно, собирает. Я понимаю. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не, брат, спасибо большое. Это очень заманчиво. Человек мне хочет подогнать кольцо, хочет подогнать мне ступни, и подогнать сумку за 3000 золота. Страх, спасибо тебе огромнейшее, твое здоровье, но я вынужден отказаться. Очень приятно, такие подгончики, но я одеваюсь без доната, условно, без помощи. Спасибо тебе огромнейшее, но я, пожалуй, отменю родной. Спасибо тебе. Так, смотрим. Рейд десятка стоит. Сейчас всех суммоним. Так, прописываем объявление рейду. Написал условия рейда, думаю, этого будет достаточно. Ладно, гоу, короче. Так, ну что, ребятки, каражан. Пробуем, что это вообще такое, с чем это кушают. Ну, ну что, ребят, с богом. Страшно немножко, я вам скажу. Все, стоим, чилим. Жмем три кнопки, получаем удовольствие. Я ж человека агр забирал, а агр не забирался, походу, да? По аграм мы держим хорошо. Я смотрю, по срыву агро все в порядке. Омин все хорошо показывает. Ну, момент истины, что же упадет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Обидно. Это упало не на меня. Кто ливнул? Это ливнул приист. Тебе придется самому ножками бежать, хорошо? Лока ждем. Обратный отчет. Погнали. Не, ну вар там очень много ДПС обдает, поэтому сложно удержать его агр. Но я думаю, мы справимся. Лужу кидаем, потому что когда мобы выходят, они сразу же моментально будут агриться на меня. В кнопках путаюсь, но это больше переживание, больше волнение. Просто нужно быть аккуратненько, да и все. И главное лужу постоянно кидать, да и все. Ух, как же страшно-то было, ребят. Как же страшно, ну копыта упал, копыта пал, латы. Это не на меня, это не на меня. Обидно, обидно, это мне не нужно. Видишь же горит танк слабый? В смысле слабый танк? Я не слабый танк, ты обалдел что ли? В смысле слабый. Я не то, что, ну типа как слабый, а в том, что еще не могу разобраться в кнопочках, ребят. Немножечко путаюсь, я у себя переставил еще настройки, в этом вся и проблема. Готовность. Присадалфир, хорош. Ух, ну с третьего или с какого раза мы его убиваем? Божечки, божечки, парни, вы лучшие. Красавчики, как вы это сделали? Я, конечно, был как эквалайзер, меня били прям со всей силы. Приз прям в конце еще поджарит, подзарешал. Отдал просто фир, хорош, хорош, лучший. Ну что, дошли мы уже, короче, до гнева пустоты. Обратный отчет, погнали. Нам самое главное сейчас стоять на красную меточку и все, и стоять, кайфовать. Иди, иди вот сюда, друг ты мой. Все, мы стоим отлично, вроде бы как. Паза порталов заканчивается и побежали. Мы правильно стоим на красной метке, там всегда стоит на красной метке. Самый сильный ДДшник обычно становится на синюю метку. И еще один персонаж, если мне память не изменяет, становится на зеленую, тот, у которого нету маны. Вот и все, в принципе. И еще одна важная механика, это выходить с луж. То есть, если видишь под ногами лужу, она рандомно, короче, появляется. Взял, выскочил. Все, еще один босс пал. По шмоту, правда, ой-ой-ой-ой-ой, оружечка. Это меч у нас, правильно? Нам вот это не нужно, это на хила. А вот этот меч 232-й, у меня 239-й. Но я от него откажусь, пускай заберет ДКшник, ему походу нужно. Сейчас будет последний босс. Это Малчазар. И в надежде, что нам упадет там Т4-голова, и мы ее занролим. И мы ее занролим. Но упадет ли она, это уже совсем другая история. Так, самого себя диспелю. Побежали дальше. Вар называется, вижу цель, не вижу препятствий. Истинный вар. Ну что, пока что готовность. И обратный отсчет. Лас-босс Малчазар. Погнали. Страшно, страшно, капец как. Уперлись в стену и смотрим за метеорами. Тут самое главное, подобрать позицию на танке. И следить за метеором. Это самая главная механика. Но я надеюсь, что мы с первого Трая убьем этого Чепушка. Я искренне на это надеюсь. Ребята, выносите меточки. Надеюсь, все знают, что нужно делать. Так, ребята, выжили все. Отлично. Когда там начнут лететь у нас метеоры. Вот, идеально. Идеально расположение. Все. Вот так вот камеру держим. Я сам себя буду диспелить тогда эту штуку, да? Почему? А почему я инферналов не вижу? А где инферналы? Отлично. Все. Летит. Все хорошо. Стоим на месте. Главное, это правильно повернуть камеру. Это самое главное. А можно нам повезет с первого Трая? Нет. Пришлось сейв нажать. Потому что было слишком больно. 35% хп в босс осталось. Сейчас метеоры начнут лететь как ошалевшие. Раскол. Хиль меня, братишка. Хиль меня, родной. Хиль больно, два стака. Вроде бы отлично идет метеор. Вроде бы хорошо идет. Да, прямо в ворота. Стоим, чилим. А вот сейчас, по-моему, в нас идет. Нет? Самую малость отведу его. А вот теперь не вижу нифига, ребят. Ну, можно вот так вот встать. Давайте с первого раза убьем. Я вас верю. Но должны же мы с первого раза убить. Отлично. 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 Ребятки. Отлично. 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 Да ладно. Неужели мы с первого троя его убьем? Мы с первого троя убили просто. Вы посмотрели это. С первого троя. Да это вообще жестя какой-то. Это как же так повезло? Ну почему? Ну почему? На меня Т4 шмотка не упала. Хоть и убили мы с первого троя, но шмот, к сожалению, не упал, ребят. Что у нас тут? Лук, палец, ноль шмота на меня. Ноль шмота нужного на меня Скорожана. И вот вывод. Бегайте по РБКшкам и вы 100% нафармите себе на Т4 шмот. Мы продали голову за 10 тысяч человеку. Это уже приятно. 10 тысяч золота уже насесть мы можем. Какие-то шмотки уже позволить купить с аукциона. Тоже ж колечко или же сапожки 264-е. К сожалению, Т4 шмотка не упала, но с этим ты ничего не поделаешь. То есть, как бы, неудачный рейд. Поэтому я всегда всем советую бегать и по РБК данжикам. И фармите жетоны Войны за пределем. Там вы гарантированно получаете Т4 шмотку. Да, немножко где-то душновато. Да, немножко впадлу бегать. В любом случае, я доволен рейдом. По рейдам было очень страшно, у меня аж ладошки вспотели. Но все приходит с опытом. Пойдем науксон. Будем покупать. Будем тратить деньги. Так что, сейчас все будет. Сортируем по 264-м. Я думаю, сразу же мы сейчас купим вот эти вот сапожки. 264-е. И, по-моему, нам еще нужно кольцо. Вот. Блин, ну дорого. 6 450-м. Но нету вариантов у нас других от слова совсем. Так, ну что? Значит, покупаем колечко с вами. Покупаем 264-е кольцо. С сокетом купить. И покупаем также латные. Латные. И там, по-моему, ступни у нас были. На ступни нам не хватает денег. Мда. Колечко есть. Танковское. Хорошо. Начало положено. Что у нас тут? 213-е. Это мастери. По-моему, значит, нам нужно будет менять место 226-го. Потому что мастери тогда у нас вообще не будет. А уклонение будет. И будет рейкер защиты. Будет еще больше меткости. Оставлять 226-е кольцо. Пока что 213-е на меня будет лучше, нежели вот это 226-е. И также надо купить малые символы. Это символ благословения королей. Покупаем. Затраты благословения королей. Великая. Ага, на 50%. Отлично. Покупаем. 239 голды. Также символ на возложение рук. Тоже предлагаю купить его. Пускай будет. Покупаем. И, наверное, символ чутье на нежить. Это нам нужно вообще? По-моему, нужно. Тоже покупаем. 239 голды. Вы чубалдели, блин. А чему так дорого? Вставляем символы. Галдишка разжились. Теперь потихонечку докупаем все необходимое. Нам еще предстоит качать профы. Но ничего. У нас сколько времени впереди. Короче, все будет. Что мы на сегодняшний день имеем? Мы сбегали с вами сегодня в Каражан. Мы, к сожалению, получили Т4 шмотку. Хотя очень хотелось. Мы не зря же бегаем РБК, чтобы в будущем купить Т4 шмот. Но ничего с Каражана не упало. Но есть тоже позитивный момент. Мы продали Т4 шмотку за 10 тысяч золота. По итогу мы купили колечко. Я считаю, это неплохое кольцо поначалу. Пускай будет. Также мы поменяли камушки. Взяли, воткнули. Потому что мастерства у меня было мало. И зачастую я по противникам. Они или уклонялись, или я промахивался. Или просто бил им в защиту. То есть как бы не получалось особо. Больше по шмотам мы, по-моему, не выбили ничего. Мы экспериментировали с символами. Вставляли такие-то, такие-то, такие-то. Но для себя я выбрал, опять же, это бегать. С символом праведной защиты. Мне это безумно нравится. Осталось фармить нам тюде, чтобы купить ключик, аксессуар. Но дальше все будет. Так что, надеюсь, тебе понравилось. Лайк, подписка, колокольчик всегда приветствуются. И увидимся уже с вами завтра. Всех обнял. Всем покедова. Птич. Пока. Пока.